Здравствуйте! Вы смотрите новости 1-го Карагандинского в студии работы Динары Сартаева. Сегодня в выпуске вы увидите. Карагандинские полицейские спасли женщину-водителя. Мы сразу поняли, что данной женщине плохо. Вызвали 103, набрали, развязали шарф на шее, дали воды. Депутаты приняли проект уточнения бюджета, куда потратить дополнительные деньги из казны Караганды. Хочу сказать, что очень приятно, что 48,6% были выделены именно на образование, на социальную сферу. Казгидромет распространил штормовое предупреждение из-за возможных заморозков. Завтра уже днем ожидаем по северу дождь и в ночь на 10 октября возможен переход дождя в снег. Карагандинские полицейские спасли женщину-водителя, который стало плохо за рулем. Инспекторы дорожной полиции оказали женщины доврачебную медицинскую помощь и доставили в ближайшую больницу. Герои нашего времени, сержанты Бахтия Романбаев и Рустам Егикян, инспекторы дорожной полиции, при внесении службы по проспекту республики в районе мечети, заметили резко остановившуюся на проезжей части Тойоту Камри. Подойдя к автомобилю, чтобы узнать причину остановки, дорожные стражи порядка увидели женщину, сидевшую за рулем с закрытыми глазами, прислонившись к боковому стеклу. Женщина не могла разговаривать. Не теряя ни секунды, полицейские доставили ее в больницу. Уже позже стало известно, что у женщины был приступ холецистита. Мы сразу поняли, что данной женщине плохо. Вызвали 103, набрали, развязали шарф на шее, дали воды, потом опять набрали на 103, потому что как, ну, всякое может быть, может не успеет скорая. Потом напарнику быстро-быстро с ним среагировали, подогнали свою служебную автомашину, перенесли данную гражданку в свою служебную автомашину и доставили в ОМЦ. Съездили, узнали в ОМЦ. Сказали гражданку выписали, все нормально. После чего на душе легче стало. Каз Гидромет распространил штормовое предупреждение из-за возможных заморозков. Так, ночью 9-10 октября в Караганинской области ожидаются осадки. Дождь с переходом в снег, местами усиления западного, северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду. Понижение температуры днем до 2 градусов мороза, 3 тепла. Более подробно о погодных перипетиях вам расскажет специалист Каз Гидромета. Прекрасная пора, а чей очарование? Это про осень, но погода дама с капризами. И на территории Казахстана объявлено штормовое предупреждение в связи с резким изменением погоды с 9 на 11 октября. Ожидается, что север Караганинской области попадет под влияние очень активного циклона, который смещается с северо-западных районов европейской территории, и север нашей области попадает под его влияние. Завтра уже днем ожидаем по северу дождь, и в ночь на 10 октября возможен переход дождя в снег. Западный ветер порывистый 15-20 метров в секунду, и в ночь на 11 понижение температуры до 0,5 градусов мороза, днем 2,7 тепла, в южных районах 13 тепла. С 8 октября перекроют еще ряд дорог Караганды. На сегодняшний день ведутся работы по съездам и заездам на 45-й квартал и к привокзальной площади. Будет перекрыт частично путепровод проспекту Бухаржирал для укладки асфальта, и параллельно будет перекрыт участок автодороги по улице Ермекова от Караганинского экономического университета до зоопарка. Депутаты приняли проект уточнения бюджета. Куда потратить дополнительные деньги из казны Караганды предлагали местные власти. Накануне состоялась неочередная 25-я сессия городского маслехата. В бюджете Караганды появились дополнительные 630 миллионов тенге. С единогласного одобрения народных избранников 202 миллиона направили на модернизацию воздушных линий электропередач Большой Михайловки и поселка Западный, чтобы улучшить качество электроснабжения жителей этих районов. Почти половина дополнительных бюджетных средств пойдут в социальную сферу. Из них больше 40 миллионов на оснащение отремонтировано в детского сада Бахыт. Ввод его в эксплуатацию уменьшит очередность в дошкольные учреждения. Деньги выделили и на подведение инженерных коммуникаций к спортзалу технического лицея. Вопрос ввода комплекса в эксплуатацию депутаты пытаются решить уже больше двух лет. Часть средств уйдет на ремонт дорог и установку опор оснащения, благоустройство парков и сквер шахтерской столицы. Кроме того, были выделены деньги и на дополнительные светофоры в районе Назарбаев интеллектуальной школы и на перекрестке улиц Шакирова-Ленина. Хочу сказать, что очень приятно, что 48,6% были выделены именно на образование, на социальную сферу. Говорит это еще о том, что это наше лицо, Миром Экадемович, это лицо исполнительной и представительной власти нашей школы. Поэтому наше образование, если здравоохранение еще как-то может решить вопросы с платными услугами, то здесь это все наше. Далее короткая реклама, впереди все самое интересное. Редактор субтитров А.Семкин Наслаждайтесь вкусом настоящего кенийского чая «Долина Нанди». «Долина Нанди» – прекрасный выбор за вами. Найти светлый и красивый бутик – не проблема. Найти просторный офис для бизнеса – не вопрос. Найти большой и надежный склад – нет проблем. Все это здесь, в новом торговом доме «Тумар». Мы предлагаем мясные продукты, рыбу, овощи, фрукты, канцелярские товары, посуду, моющие средства, сувениры и многое другое. И еще у нас большая удобная парковка, домашняя кухня, где можно быстро и недорого перекусить. Торговый дом «Тумар» – это ваш талисман удачи. Мы находимся по адресу улица Молокова 108. Добро пожаловать во французскую столовую «Биен-Веню». Сюда можно пригласить коллег для делового разговора или просто пообедать. Здесь можно устроить детские праздники или романтическое свидание. Банкеты и корпоративы до 50 человек. А главное, «Биен-Веню» – это отличный выбор для тех, кто стремится провести свою свадьбу в непринужденной обстановке в кругу близких людей. Французская столовая «Биен-Веню». Атмосфера Парижа в центре города. Проспект Нуркена, Авдирова, 9, телефон 909-909. Сегодня можно обучаться вождению автомобиля без страха создания аварии ситуации на дорогах. В сентябре открыть доступ к автоматизированной площадке электронного автодрома. Вы можете начинать движение. Поступила команда в движение и начинаем трогаться с места. Вот так под мягкий голос невидимого инструктора и начинается движение на электронном автодроме на территории специализированного ЦОНа по улице Муканово, 5 в Караганде. Здесь можно получать практические навыки вождения авто и юридическим, и физическим лицам. Можно сдавать экзамены на получение водительского удостоверения. Внедрена платная услуга по предоставлению доступа к автоматизированной площадке электронного автодрома для получения практических навыков и вождения для физических и юридических лиц. Стоимость услуг на сегодняшний день для физических лиц составляет 1250, это час времени. Если полчаса, то 625 тенге стоит за 30 минут, имеется в виду. Юридические лица за час занятий заплатят 2500 тенге. На электронном автодроме могут сдавать экзамены сразу 7 кандидатов на получение прав. Машины им предоставят. Это новенькие Део Шанси и один грузовик марки Фау. Новый автодром – это имитация города, оборудованной специальной сетью элементов, препятствиями, где установлено более 60 знаков и перекрестки с четырьмя светофорами каждой. Полная имитация городской суеты на дорогах. За нарушениями следит автоматизированная программа, которая считывает баллы некачественной езды. Как говорят, человеческий фактор исключен. Можно полагаться только на свои знания и умения. Сергей Высокосов, Марат Култенов, Первый, Карагандинский. В Жизказгане прошел форум предпринимателей. В нем приняли участие как местные товаропроизводители, так и бизнесмены из Караганды и Сарани. В рамках форума состоялась выставка, а также семинар, на котором шла речь о формах и методах государственной поддержки в развитии предпринимательства. Подготовка к форуму предпринимателей в Жизказгане шла основательно. Главная цель – это обмен опытом и разъяснение интересующих бизнес-вопросов. На форуме присутствовали заместители Акимобласти Ануар Ахмеджанов и представители финансовых институтов. На выставке свою продукцию представили 25 предприятий Караганды, Сарани и Жизказгана. Все они показали свою продукцию и обсудили, как улучшить качество и повысить конкуренцию. Сегодня главой государства и правительством перед нами ставится обширная задача по диверсификации экономики, по снижению зависимости от системообразующих предприятий. И сегодняшнее мероприятие, сегодняшняя выставка и тот форум, который мы проведем несколько позже, они как раз-таки ориентируем на то, чтобы призвать предпринимателей региона более активно участвовать в реализации государственной программы, в создании новых рабочих мест. Собравшись на выставке, ознакомились с товарами местных производителей. Были представлены строительные материалы, продукты питания, кондитерские и мучные изделия, мебель, а также изделия ручной работы из железа. Наша компания называется Жезды-Эл. Мы занимаемся производством электродов. Мы сотрудничаем с такими крупными компаниями, как Казахмы, Самрук Казана, Комкор Локомотив и другими. Затем гости выставки направились в городской Акима. Заместитель Акима области Ануар Ахмеджанов ознакомил предпринимателей с мерами поддержки. А глава города Серик Шайдаров пояснил, почему форум проводится именно в Жасказгане. К примеру, из 33 социальных объектов города только три предприятия занимаются производством продуктов питания. Этого мало. И поэтому многие продукты завозятся из других городов. А это накладно для жителей. К 2020 году малый и средний бизнес Казахстана должны стоять на одном уровне с мировыми странами. Если эти отрасли будут развиваться, то будет в цене и отечественная продукция. В ноябре в Казахстане появятся универсальные полицейские. К этому времени завершится объединение подразделений дорожной и патрульной полиции. Эта информация уже знакома для многих горожан. Сегодня карагандинцы описали портрет нового казахстанского стражепорядка. Каким он должен быть глазами жителей шахтерской столицы, узнавал наш корреспондент. Ну, наверное, как в Америке. Подтянутый. Уважительное отношение должно быть. Корректный. Во-первых, в контакте со всеми людьми. Выполнять все свои обязанности. Следить за порядком. И, конечно же, охранять нас. Сильным, смелым. Должен быть всегда на стороне народа. Чтобы было видно, как они вот... И сразу вот видишь универсальные полиции, и ты сразу думаешь, о, надо вот нормально идти, типа. Должен быть высоким, умным. Грамотным, спокойным, уравновешенным. Знать свое дело. Вежливым, корректным и предъявлять документы при обращении на луну. Можно взять американский прототип, мне кажется, потому что, как бы, у них полностью обеспечивается... Есть оружие, полные права. Ну, как бы, для этого, мне кажется, нужно хорошо обучить их. Интеллигентный. Гаишник же носишь вот эти, как я, желтые, чтобы сразу издалека видно, что там гаишник стоит. Правильный вес такой. Ну, крепким он должен быть. Обычный полицейский так и должен выглядеть. Любить свою профессию и, самое главное, уважать тем, с кем он общается. Конечно же, порядок. Новые автоналоги в стране будут действовать со следующего года. Министерство экономики и бюджетного планирования Казахстана решило оставить прежние налоги и льготы для старых автомобилей. Передает один из информационных сайтов. Для владельцев автомобилей с объемом двигателя от 3000 до 4000 кубических сантиметров будут действовать прежние ставки налога на авто. Новыми увеличенными налогами будут облагаться только автомобили, зарегистрированные после 1 января 2014 года. Причем льгот для ветеранов и инвалидов не будет. Те же, кто уже пользуется автомобилем, будут платить по старым расценкам, а также сохранят положенные льготы. К слову, в правительстве хотят увеличить размер новых налогов еще в несколько раз. К примеру, владельцы 4- и 5-литровых авто будут платить до 225 тысяч тенге в год, если транспорт имеет объем больше 5 литров – до 350 тысяч. В Караганде прошло массовое посвящение студентов. Известные молодежные вокальные и танцевальные группы во главе с представителями руководства города посвятили в студенты более 3000 первокурсников на набережной в Центральном парке. Погода в этот день не баловала, однако набережная Центрального парка заполнилась молодежью. Первокурсникам со всех вузов шахтерской столицы не терпелось стать настоящими студентами. Для них была подготовлена концертная программа. Выступали вокальные группы, фаер-шоу, современные танцевальные коллективы и известные квенщики. Смех, оглушительная музыка не смолкали на протяжении всего вечера. Я хочу вас поздравить с сегодняшним праздником, посвящением студентов. Это очень хороший праздник. Все мы всегда ждем этот праздник. Вам в будущем хорошего настроения, больших свершений, свершений мечты. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Allugal, Galvin, Hercule. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Allugal. Allugal производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Allugal это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легко в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Allugal адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы это Allugal. На этом наш выпуск подошел к концу. Смотрите новости первого Карагандинского и будьте в курсе всех событий. А я с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания.